Добрый вечер, дорогие друзья! Я иногда, когда вот играет эта музыка, и я сюда двигаюсь, и ощущение, да, что идешь на распуск, я там сижу, в этом, в цугунде, и слушаю внимательно. И когда Алексеев говорит «удаление 8», я уже так себе представляю это удаление, значит, до сцены, и примерно главное вовремя выскочить. Вот, спасибо огромное, что пришли, и спасибо за поздравления, которые, ну, многие вот и в этом зале, и за подарки, и за то, что звонили, и за то, что пишут в интернете, я не могу пока прочитать, мне просто некогда, поэтому я заранее говорю всем спасибо. И, ну, в общем, очень здорово, действительно, что вы пришли. Спасибо. Спасибо. Жаль, что стрелки вечным кругом с грохотом бегут, Мне нальют, успею выпить, Счастья пожелать, След помашут мне рукой и скажут С пугом и опять по этой жизни Мне вперед шагать По разбитым и нееженым дорогам По селам и по городам Сменив, не помню, сколько мест Сегодня здесь, а завтра К тому каждого Свой вечный крест А принцип места не менять Он был, Да только вышел весь И мне уже не привыкать Что я опять Проездом здесь Я проездом В этот город Может быть на день Стол накрыт И речи встречи Так вам безны Только вижу Что за мной Учится Ночью тень Лишь не раз Напомнить мне Что я проездом День за днем Летят недели И бегут Га-га А глянуться мне бы спеть Увы И это вали Все уходит Слишком быстро Как в песок вода И у жизни Не иначе Я попаля По селам И по городам Сменив, не помню, сколько мест Сегодня здесь, а завтра К тому каждого Свой вечный крест А принцип места не менять Он был Да только вышел весь И мне уже не привыкать Что я опять Проездом здесь Я проездом В этой жизни Может быть на миг Не объявлен срок И мне он неизвестен За него Я не торгуюсь Не кидаюсь в крик Да и торг здесь Безусловно Неуместен Хоть разбей часы Но время вспять Не повернуть Знаю точно Безусловно И железно Кто-то раньше Кто-то позже Но кончит путь И поймет Что на земле Он был Проездом По селам И по городам Сменив, не помню, сколько мест Сегодня здесь, а завтра Там у каждого Свой вечный крест А принцип места не менять Он был Да только вышел И весь И мне уже Не привыкать Что я опять Проездом здесь Я проездом Проездом Спасибо Хорошая погода, кстати, сегодня А в Минске дождь идет На всякий случай Оставайся не больше А в Минске Зеп совсем В дожди Который день Наверно Солнце лень Светите нам все Зачем? Зачем Светить Когда Привыкли все К дождю А я все Солнце Жду Ведь я Тогда Тогда На что мечтать Вода Размыла Нас Как Грунт И лихо Целый фунт Вот это Да Битара И покати Шарол Как пусто Во дворе На небе Туч Каре Висит Сплошным Шатром Над Минском Снова Кром И капля Стекло Но Сохранит Мой дом Вши шутни Тепло И пусть Опять Грозит Мне Рощерком Гроза А тех Кто ее Бит Напомнит Лишь Роса Ведь Поутру Роса Арминская Заб Совсем Ну да Вообще Как-то Странно У нас В июне Было очень жарко Как и в Москве Три дня назад Я прилетел из Сибири Где 35 Странно А думаю Действительно Дождь и прохладно Третья песня Ну Здесь-то в зале Все В большинстве знают Что я пою Что это песня Памяти тех Кто Ушел в последний полет Тех Кого с нами нет Часто пою песню Памяти Игоря Ткаченко Знаете Вот сегодня Не хочу петь грустного Не хочу Хотя конечно Вот возвращаясь К Игорюше 16 августа Вот буквально Тут-то совсем Через Три недели Десять лет Как он ушел В последний полет Там вот под Жуковским Время летит Вообще просто Невероятно быстро Как-то непонятно И кажется Что это было вчера А даже не то что было И в это вообще не верится Именно поэтому Не хочу петь Грустную песню Дело в том Что у нас с ним В один день День рождения Сегодня Игорю Ткаченко Исполнилось бы 55 лет Галя мне сегодня звонит Такая с утра Жена его Я говорю Ааа Говорю Ты выиграла Потому что Мы с Игорем Все время друг друга Поздравляли с днем рождения И Ну как-то это было так Что Кто первый позвонил Тот и выиграл Как правило Выигрывала моя мама Она звонила ему Поздравляла с днем рождения Потом звонил я Либо он Ну Кстати чаще я Ну пару раз Был он Когда звонил Ааа я выиграл Вот 55 лет Ну и Ну с нами Все эти ребята Которые где-то там летают Пока мы помним Они все живы Пока Мы помним о них Они все с нами И конечно же Горек Игорь Валентинович Ткаченко Мы землю оттолкнем И небо снова Обнимет нас своими Облаками Мы верим Что оно сегодня с нами Спеши навстречу Будто дали слово Пусть Метео нам тучи Обещают Оставим снизу Все дожди И лужи И знамка туч Всегда светла Снаружи Нас небо Солнцем Как родных Встречает Вот жалко Что ошибок Не прощает Влюбленность В небо Ты земля Прости нам Мы все Чуть-чуть Возможно Но со сдвигом Ведь сросся Каждый Сушкой Или мигом И кровь нас Наверно С керосином Нам без небес Как без воды И хлеба Мы не сломались Как нас не бросали Ведь было время Крылья Нам вязали Но вновь Наш рамбик Носится По небу Наш рамбик Снова Носится По небу Чуть выше В небесах Инверсий Рощерк Там мирный ГПФ Сквот Дни и ночи Несет людей В Анталию И Сочи А мы Как в школе Тренируем Почерк Выводим В небе Тексты Сочинений Фигуры Пишем А точнее Вашим И где-то Снизу Смотрят Дети Наши Наверно Им Пока Ни Дополнений Мы все Вернемся Вместе Нет сомнений Влюбленность В небо Ты земля Прости нам Мы все Чуть-чуть Возможно Нос А сдвигом Ведь сросся Каждый Сушкой Или мигом И крох Нас Наверно С керосином Нам без небес Как без воды И хлеба Мы не сломались Как нас Не бросали Ведь было Время Крылья Нам Висолено Вновь Наш ромбик Носится По небу Наш ромбик Снова Носится По небу Мы на петле Вычерчивая Строем Местами землю С небом Поменяем Но мир там Не изменится Мы знаем И видим Как дворцы Замки строят Нам не придется Жить В таких Хромах На честь Свою Мы в грязи Не охоро Нелепость Те Кто снизу Свой кусок Схватили Зато У нас Есть Небо Мы здесь Дома Не будет Нашей жизни По-другому Влюбленность Но вновь Наш ромбик Носится По небу Наш ромбик Снова Носится По небу Влюбленность В небо И земля Прости Нам Мы все Чуть Чуть Возможно Но Со сдвигом Ведь Росы Каждый Сушки Или Мигом Кровь Нас Герна С керосином Нам Без небес Как без Воды И хлеба Мы не сломались Так Нас Не бросали Ведь Было Время Крылья Нам Вязали Но вновь Наш ромбик Носится По небу Наш ромбик Снова Носится По небу По небу Спасибо Спасибо За светлую память Спасибо большое Знаете Иногда Ну не иногда Я постоянно думаю Есть какая-то Высшая справедливость Наверное в том Что дети продолжают Работу И дело своих родителей И наверное нигде Как в авиации Это вот так Не прослеживается Я знаю Очень много Ребят Молодых Которые Сегодня Продолжают Дело своих Отцов В небе Моих друзей В общем-то Наверное Гораздо больше Этих ребят Которых я может быть Не знаю Потому что Летчики гибнут К сожалению Такая работа Вот Это Вот я В январе Этого года По-моему Летал с концертами В Ростов Выступал В Ростове-на-Дону Выступал В Зернограде Где вертолетная бригада И меня В аэропорту Платов Встречал Олежек Бутенко Вот Сын моего близкого Близкого друга Игоря Бутенко Который у меня Вот на 50-летие Здесь за неделю До своей гибели Здесь сидел В этом зале Выходил на сцену И подпевал Это Братья Карабасовы Женя и Саша Оба такие Вот такие Длинные Папа их Георгий Карабасов Ну может быть Ну Истребители Наверное знают Это Именно тот летчик Который с Александром Николаевичем Хачко Господи Харчевским В середине 90-х Вот они сделали Всех американцев Там Над океаном На наших Су-27 Условно Повалили Всех американцев На их 15-х И те Наверное Предполагали Исход Этих Боев Потому что Попросили Чтобы это Все проходило Над океаном А потом Они вернулись И журналист Спрашивали Журналисты А что там было Это были Вот именно Харчевский Карабасов Вот Дети эти уже Ну сложно Совать детьми Но для меня Они дети Все равно Потому что Они там Младше Даже моего сына Наверное Вот Они летают Сын Героя России Саша Кружарина Герой России Посмертно Из Ахтубинска Тоже сейчас летает На Су-30 Ну и конечно Игорь Ткаченко Мы с ним общаемся Мы с ним Виделись Недавно Совершенно Парень Ну я его помню Вот с такого возраста Сегодня Летчик первого класса Майор Игорь Ткаченко Летает В русских Витязях Вот это тот Случай Который Вот я Почему говорю Что это правильно Мы сегодня Нередко Слышим фамилии Всяких детей Министров Отставить Ну министров В ранге детей С фамилиями Своих Пап Нынешних Там которые Где-то Я не хочу Называть Эти фамилии Вы все их знаете Вот А в авиации Ну вот Не может Такой штуки быть Если Игорь Ткаченко Попал допустим В пилотажную группу Русские Витязи То не из-за своей фамилии Туда более крутые Летчики не могут попасть Потому что Пилотажная группа Это пилотажная группа Бывает Когда человек Туда приходит Начинает работать А потом все говорят Нет Ты не наш Вот И я Вот Не знаю Я не хочу сказать Что это вот Как мой Как мой сын Но наверное Где-то Где-то вот Вблизи Это потому что Я за него переживаю У него очень сложный характер Я надеюсь Он не смотрит сейчас Это все дело Они сейчас в Калининграде Папа Со своим сложным характером Отдыхает Вот Ну Даст Бог Он когда-нибудь Станет водить Этот ромб Эту пирамиду И так далее Вот Это здорово Это справедливо Вот Ну кстати К следующей песне Да Русские Видите Меня сегодня Все поздравляли Это очень Прето Меня кто только Сегодня не поздравлял Даже может быть Немножко об этом расскажу Потому что Были очень неожиданные Поздравления Но видите Сейчас В Калининграде Они вчера туда улетели В 12.00 Причем не на своих бортах На 26 по скромному Дозаправились в Питере И пошли на Калининград Потому что Очень сложная схема Там вот этот маленький-маленький Коридорчик Над Финским заливом Потому что Жадно плацающая зубами НАТО Хочет только обвинить Россию в том Что наши нарушают Какие-то границы Вот они прилетели туда И там на самолетах Авиации Балтийского флота Будут Послезавтра В честь Дня Войны морского флота Выполнять показ Все позвонили Очень поздравили В общем Все это конечно приятно Вот ну Собственная песня То же ладно Летим в заморскую страну Что далеко в чужих Широтах Мы на военных самолетах На наш маршрут Не на войну Летим В нерусскую страну Как по линейке В небесах Мы чертим следы инверсионные Меняя снизу Странные Зоны Часовые пояса Мы на работе В небесах Мы небом одержимы И это не на час На жизнь Коли заниматься Летным делом Вредельные режимы Не так тревожат нас Как то, что на земле Все за пределом Там на земле Давно все За пределом А летим туда Где чтут Коран Там авиация Фаворит И кто главней У них не спорят Верблюды Или аэроплан Не спорят там У мусульман Мы им открутим Пилотаж Сорвем восторг Аплодисменты Ведь помнят страны Континенты Все знают в небе Почерк наш Наш Russian Crazy Пилотаж Мы небом одержимы И это не на час На жизнь Коль заниматься Летным делом Вредельные режимы Не так тревожат нас Как то, что на земле Все за пределом Там на земле Давно все За пределом Дай Бог нам снова Над Москвой Пройти дать Салют Победы На нас с небес Посмотрят Деды И вспомнят свой Последний Яплой Под замерзающей Москвой И дай Господь Сберечь Орляд Чтоб не пришлось С нуля Сначала А ведь Хажетут Покрышки Нашкалов На помощь К нам Не прилетят Но там На небе Не простят Мы Небом Одержимы И это Не на час На жизнь Коль заниматься Летным делом Предельные режимы Не так тревожат нас Как то, что на земле Все За пределом Там на земле Давно Все За пределом Мы Небом Одержимы И это Не на час На жизнь Коль заниматься Летным делом Предельные режимы Не так тревожат нас Как то, что на земле Все За пределом Там на земле Давно Все За пределом Как жаль, что на земле Все За пределом Та-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Та-да-бам! Коллеги-журналисты, или таких коллег я называю журнолюги, они всегда говорят пилотажники, но это те, которые занимаются только пилотажом, это я уже с нижегородским акцентом, и это не боевые летчики, это некоторые циркачи и так далее, но такое ошибочное мнение. На самом деле, все эти летчики занимаются настоящей боевой работой, ну, по крайней мере, я неоднократно летал туда, на юго-сирию, и практически всех встречал, всех, кого знаю, совсем недавно летал, ну, как недавно, на День России 12 июня, ну, полтора месяца назад, да, встретил двух, которые летали в «Соколах России», по понятной причине, я не могу их называть там и так далее, тем более должности. Одного встретил из тех, кто летал в «Беркутах», и очень, ну, вот, понимаешь, что все вот это дальше, это пилотажная работа, это верх того мастерства, которое приобретается там. Ну, что касается той же Сирии, она отметилась для меня тремя такими событиями, наверное, ну, первое, это то, что действительно именно, я каждый раз там кого-то встречаю из своих близких людей, там, или тех, кого я знаю, ну, ко мне подходят там те, кто меня знает, их много. Но в это время действительно было четыре человека, которые очень близкие, мои близкие друзья. Второе или какое там событие, не знаю, ну, у меня там как-то в это время как раз случился юбилейный 15-й концерт на авиабазе «Хмимим» за три с половиной года. Это что-то и у кипалки-то как-то и накопилось. Вот. Третье событие, это то, что меня тут чуть не арестовала военная полиция. Такое было интересное событие, не буду про него рассказывать. Это такие, так сказать, некоторые военные издержки в зоне боевых действий, что ли. К сожалению, из-за этого потом началась какая-то война ледного состава с военной полицией из-за меня. Мне было, конечно, не очень, ну, как-то обидно. Не обидно, а неудобно из-за того, что это произошло. Вот. Ничего такого я там не делал. Предосудительного. Вот. Все было нормально, просто, ну, немножко там по ряду позиций, крыша из-за того, не совсем тех военных, которые выполняют именно боевые задачи. У нас на родине метель, а здесь погода на заказ. И многозвездный наш отель для апартамента, экстра-класс. У нас на родине метель, а здесь погода на заказ. Другие времена на старе мы пришли и дали мастер-класс. Мы делаем здесь то, чему учились. Все годы на занятиях и учениях. Буржуи не хотели, но случилось. Мы в деле по прямому назначению, Нам в этом не пинета, Этикета. Сюда не отдыхать пришли, не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты Вхолачиваем в цели, Словно гвозди по самому прямому назначению. Здесь каждый вылет боевой От напряжения кипиш. Кабина словно дом родной, Вот в той же кожелевне не поспишь. А хочется очень, Особенно ночью, Которой месяц не до сна, И не уйдешь на бюллетень. По распорядку здесь война, Что день, что ночь, рабочий день. Здесь все на пределе Назначены цели. Мы в нужный час и в нужном месте Выпадем с небес, И сразу станут цифры двести, В духе всего крест. Прицельный маргий, тонкий крестик Миг на них поставит Жирный крест. Мы делаем здесь то, чему учились. Все годы на занятиях и ученьях Буржуи возмущались, Но случилось. Мы в деле по прямому назначению, Нам в этом не принято этикета. Сюда не отдыхать пришли, не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты В галачевым цели, Словно гвозди по самому прямому назначению. И вероятные друзья Нам скажут просто Very good! Летать по многу им нельзя, У них нормированный труд И медным не сладко. Жить По распорядку К смертям уже не привыкать С годами стали мы грубее Два раза нам не умирать, Но не привыкнуть, Хоть убей нам жить В половину И к выстрелам В спину Минует нас по воле форта Смертью холодок Годы спустя Полетные карты Выцвивший листок Напомнит нам до боли ярко Ближний Но далекий столь восток Мы делаем здесь то, Чему учились Все годы на занятиях И учениях Буржуи были против, Но случилось. Мы в деле по прямому назначению, Нам в этом небе нет Этикета Сюда не отдыхать пришли, Не в гости Мы днем и ночью Бомбы и ракеты Калачевым цели Словно гвозди По самому прямому назначению По самому прямому назначению По самому прямому назначению Спасибо. Я сегодня, ну, может быть, не всех увидел в зале, Но многих, кого увидел, не ожидал некоторых увидеть, опять же. И понимаю, что здесь есть люди, с кем связаны определенные мои песни, Которые, как я говорю иногда, явились мотиваторами написания определенных каких-то стихов, музыки, Потому что немало таких вещей, когда какие-то реальные истории происходили. Да, есть какие-то, опять же, все равно люди, из-за которых написаны тоже определенные слова. Вот я еще спою песню. Она очень, ну, как, не знаю, старая, да, старая песня. И практически, ну, вот если мне память не изменяет, в марте ей исполнилось четверть века. Чувствуете, да, я когда-то там летчика пел, который 91-го года. Дальше время идет, и вот такие старые-старые песни, Ну, тем не менее, иногда меня просят их спеть, или кто-то поет, мне это приятно. Вот эта песня, да, четверть века. История была такая, это был март 94-го года. Помню, ну, как военные-то знают, как мы там подаем свои пожелания на отпуск летом. Там, там, я помню, где-то там вставил, вот, там, какой-то из летних месяцев. Потом вижу резолюцию такую, не только на мое пожелание, а там, всех офицеров управления. Начальник, пишет, значит, начальник управления. Начальник ОУК, ну, отдела кадров. Разъясните офицерам, что кроме летних месяцев есть другие. Вот, и помню, мне поставили на март. 94-й год, такое время тяжеловатое, надо сказать, было. Зарплату могли там задерживать, и вообще, ну, как бы, она была совсем маленькая. Вот, я уже служил в Минске, семья была еще в Лиде. И родители у меня уже были в Коврове, переехали с Украины, когда там уже как-то все так пошло наперекосяк, к сожалению. И, ну, а куда мне? Я к родителям, а они в Коврове, и там старший брат. Вот, и как-то с деньгами так себе. Я такой, елки-палки, что делать? Сосед, а тогда еще российская армия, ну, уже, я уже считался в Белорусской. Российская еще у нас оставалась до 96-го, 49-я дивизия ракетная, гвардейская, ракетных войск кратегического назначения. Вот, у меня сосед был начальник штаба полка там, именно этих. И говорит, слушай, к нам тут прилетел борт из Владимира. И, значит, ну, они тут есть где-то, они должны туда лететь. А что такое Владимир? Это, ну, образно говоря, там полчаса из Дыковрова. Ну, и так получилось, что на рынке, на рынке я встретил этих ребят. На Лидском рынке, это, ну, у нас же Польша рядом, там много чего продают. Вот, и, ну, это долгая история, я не буду так уже вкратце, просто приходи вечером в гостиницу, поговорим. Я, ну, естественно, подошел к процессу очень ответственно. У меня был, помню, такой кофр деревянный, он тяжелее гитары был. Вот, но он был такой, он заточен под определенные назначения. Кроме гитары, туда хорошо вмещалась литровая бутылка водки и полуторалитровая банка салата. Еще в таких банках мало, когда консервируют, ну, сейчас, а тогда консервировали. Вот, и я прихожу, на знавальный номер, захожу, ребята сидят, значит, там, как потом оказалось, бортрадист такой, там, на электроплитке что-то готовит. Сидят летчики, играют в реферанс. Вот, я говорю, я тут вот, ну, садись. Продолжают играть, это готово. Там, через какое-то время я просто сижу, как сирота такой. Вот, сели за стол, ну, я достал, тут начали петь. Начал я петь. Вот, и, в общем, ну, все хорошо, на следующее утро мы с сыном. Сыну было тогда, он сейчас, наверное, там смотрит у себя в Америке. Вот, ему сейчас уже за 30, тогда ему было 6 лет. И мы с ним вот пришли, сели в этот самолет, Ан-26. Я помню, что для мальчика это был какой-то лайнер, такой сумасшедший просто. Ну, как, наверное, Boeing 747 сегодня отдыхает по тем понятиям, которые вот, ну, там, вот, у маленького ребенка это все вот. Единственное, конечно, потрясение было потом, когда мы летели, он сказал, я писать хочу. Я подхожу к командиру, говорю, слушай, а где ведро? Он, а там, я приношу ведро. И вот это было, конечно, потрясение для ребенка, что, оказывается, в современном самолете, в связи с медеркой. Я к чему? Следующая песня именно про тот полет. Я очень счастлив, что сюда пришел этот человек, который дважды был в Афганистане, у которого два боевых ордена, по которому стреляли с земли ракеты, опять же, по этому же 26-му Ану, и они умудрились уйти от этой ракеты. Не знаю, самолет мало маневренный, но, тем не менее, не знаю, что они там выписали. Владимир Ермаков, мой очень близкий друг, вам надо, спасибо, что приехали. Борт 05 за добро на взлет Небо снова нас зовет И бетонку с Богом отпустит Набираем ашелон И плевать нам на циклон Вновь поют моторы свой мотив Сквозь болтанку в облаках Выйдем к солнцу в небесах Все дожди оставит под собой На работе мы опять И трудяга борт 05 Четко держит главный курс домой Сегодня легче нам лететь Сегодня можно нам хотеть Чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут Пусть встречный ветер засвистел Погодный минимум предел Но не проложит штурман нам другой маршрут Наш главный курс туда, где дом И с нетерпением мы живем Когда над городом заложим мы вираж И пусть дожди опять идут Но на земле нас в себе ждут Командир на руку скор Пусть встречный ветер засвистел Погодный минимум предел Но не проложит штурман нам другой маршрут Наш главный курс туда, где дом И с нетерпением мы живем Когда над городом заложим мы вираж И пусть дожди опять идут Но на земле нас в себе ждут Да мы же сами как семья, мой экипаж Пока автопилот удлиняет наш налет Командир прочтет свой детектив Не знаю, что там читал И спокойны мы вполне Мы уже не на войне Шуме для нас пока что стиль Пусть приходится летать В те места, куда послать Даже и по маме не пошлю Нам уже не привыкать Нам уже не привыкать В обе золовку играть Знал бы прыгу Знал бы маршрут Сегодня легче нам лететь Сегодня можно нам ходить Чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут Пусть встречный ветер засвистел Погодный минимум предел Но не проложит штурман нам Другой маршрут Наш главный курс Туда, где дом И с нетерпением мы живем Когда над городом заложим мы вираж И пусть дожди опять идут Но на земле нас семьи ждут Хоть мы и сами, как семья Мы экипаж А мы же сами, как семья Мы экипаж Экипаж Спасибо Спасибо, Владимир Ермаков Из Владимира приехал Вот туда Куда мы там прилетали Очень интересно Жизнь поворачивается Спустя еще потом какие-то годы Я встречаю во Владимире Своего одноклассника Одноклассника вообще по первому классу В Казахстане Город МБА-5 Виталик Суслов Он уже на пенсии Старший прапорщик Ну он говорит, я вот тут во Владимире Закончил службу Борд 1 там летал Я говорю, а Вот мы твою песню слушаем Борд 05 Я же на нем летал Я так, оп Ну он уже летал после того Как Володя там летал Но из того экипажа там были люди Вот, ну Вот так бывает Связано с песнями какие-то такие воспоминания Кстати, с этой песней у меня такое еще Ну не воспоминания Так, я помню, как-то сижу дома Пишу программу концерта Название песен Дохожу в борт 05 Там еще что-то Сзади сын подходит И посмотрел через плечо Пава Какая-то симптоматика Или что такое Ты борт 05 Написал 05 через запятую Было и такое Да Но не уходя далеко От такой вот военно-транспортной темы Еще одну историю расскажу Она была где-то так Ну больше 10 лет назад Не сильно больше Но где-то вот туда Мы летели снимать передачу от НТВ От нашей военной программы Смотр Летели, ну Ну можно сказать На войну в общем-то Хотя там уже так было Относительно спокойно С нами летел госпиталь медицины Катастроф Все это было так Очень быстро Нас везла авиация ФСБ Мы приземлились там В определенном месте Разгрузка идет Я оператора поставил Он снимает Вытягивает эту технику Медицинскую Там и все остальное Гуманитарная помощь Там местному народу А у меня традиция Я с кем летаю Если кого-то не знаю То я подписываю диск экипажу Смотрю номер борта Напишу экипажу борта номер И все И я так значит Быстренько подписываю Поднимаюсь на борт А там значит Борттехник быстренько Накрывает стол Ну что-то пожарил там Не знаю Или что-то он успел сделать В общем Я говорю Где у вас командир А вот Ну смотрю Ходит товарищ С таким важным лицом Ему не до того Потому что им через Там полтора часа взлетать И обратно лететь И дальше работать Работать и работать Потому что Как ну Мы с ним потом общались Очень много С этим родом авиации Там действительно Серьезная работа Тоже как и у всех Я вот Я говорю Вот Ну вот я у меня традиция Вот диск подарить Он Так Ладно Спасибо там И дальше Я думаю Нужно же что-то сказать Ну вот Там песни всякие Они авиационные Может слышали песню Я летчик К примеру Он так раз остановился Посмотрел на меня Так вот свысока Хотя мы примерно С ним одного роста И сурово И назидательно Сказал Я летчик Стоит у меня На звонке В телефоне На всякий случай Это Анисимов Написал Это был Дмитрий Каченко Мой замечательный Замечательный друг А самолет был Вл-76 Дима Спасибо что пришел Что насыпился Ирлюха Нынче валят И до зари Набивают снова брюхо Груз шварту Технерей Носят ящики Солдаты И закат акварель Только нам не до заката Рампу Тельфер Апоэль Рампа здесь не значит Сцена Нет Палпа не значит Флот Мы не взвенчиваем Цены Надписью Аэрофлот Мы летаем Где стреляют Экипаж Не впервой И Илью Не испугают Грузовик Наш боевой На взлет Уходит В выселе Трутяга Турбин Грохочущий Квартет Поет Летит Илюша Работяга Бродяга Наш Транспортяга Горбом По небу Столько лет Нам лететь Туда где жарко С дозаправками Маршрут Полный борт Гуманитарки Там на месте Разметут Мы спасаем Чьи-то души Близких видим Лишь во сне Не печалься Брат Илюша А лучше так Чем на войне Это лучше Чем когда-то Полный ящиков Бортом Возвращали мы Солдат В их последний Вечный дом Улетали от печали Улетали от печали Горбом Велосипед Велосипед Поет Из зимы Нам награды Бортяга Наш Транспортяга Горбом По небу Столько лет Улетали от печали Улетали от печали Он мне сегодня Подарил на день рождения Там очень Такое Классное Классное фото На холсте Наш белорусский Ил-76 Садится в Антарктиде Вот Хотя Ну у меня очень много Его любимых фотографий Именно с Иллом Связано Ты знаешь Самое Какое меня впечатляет Ты там так скромно Не молчи Есть фотографии его А он летал И на Северный И на Южный полюс По всему миру Там и так далее И с авиацией ФСБ И сейчас с Южным Любимая фотография Где нет этого самолета А там Рампа открытая Снизу Вот действительно Антарктида И улетают туда На парашютах бочки На которых написано BP Я думаю что Бритиш Петроли Он тебе очень Должны за такую рекламу Вот А действительно Они бросают туда грузы Потому что Никто это другой Не может сделать И вот Алексей это все фотографировал Алексей Нагаев Я как-то вот Не знаю Может это странно Или не странно Но мне очень хочется Рассказывать о тех людях Которые сегодня в зале есть Хотя бы о нескольких Там или как Следующая песня Вот Здесь Мой близкий друг Сегодня пришел тоже Среди Многих Я помню В Ташке Однажды мы Это было Тридцатилетие 344-го ЦБП И Сидели вечером Там вот Ну говорится За рюмкой чая Царство Виталий Егорович Павлов Командующий Армейской Авиацией И он Говорит Толя А ты помнишь Как мы тебя Из вертолета Доставали Когда ты не мог Оттуда выбраться И я так Оба Это что значит И он рассказывает Про этого человека И говорит А он Это была Паншерская операция Это был самый тяжелый день Наверное Этой операции Когда Очень много вертолетов Наших было сбито Очень много летчиков Погибло А этот летчик Он летал на Ми-8 И только менял людей У себя В правой чашке Или бортовой Потому что Либо кто-то погибал Либо кто-то становился Трехсотым И были люди Которые отказывались С ним летать В тот день Потому что Ну как Вот он Вот он как заговоренный А кто-то гибнет И так далее Вот 17 боевых вылетов Просто потеря вес Такая Когда человек Просто из кабины Выбраться не может И вот Я помню Его супруга Потом рассказывала Говорит Боже Спасибо Господу Когда он вернулся Вот В свой модуль И не было там Ни одного человека Ночью Которые с ним Уходили утром И он Ну вот Остался Как говорится В здравии И в здоровом мире Анатолий Васильевич Вы меня уж извините За то что я такие вещи Рассказываю Послуженный военный летчик Генерал-лейтенант Анатолий Васильевич Шерцухов Наверное В каком-то видео Из-за него Эта песня Получилась Я вернулся Весь набитый до отказа Я принес их всех На базу всех и сразу Хоть мне трудно на высотах Взял я всех Взял я всех Живых Трехсотых Три двухсотых Я их принял Под завязку В окровавленных Повязках Дальше сказка Что движок Что движок не захлебнулся Что я чудом Увернулся Я вернулся Знаешь судьба моя такая Тридцать лет в горах Я устал Наверное это моя осень Я участвую в парадах Что мне думать о наградах Но предельно износ Я Ми-8 Я вернулся Кто б скомандовал Мне больно Нахватал я пули Довольно Ох как больно Справа блистер Мне разбили Про бока хоть и не убили Все забили Капитан Что в левой чашке Матерился Было тяжко Мы В рубашках С ним наверное родились Потому что не разбились Возвратились Знаешь судьба моя такая Тридцать лет в горах летаю Я устал Наверное это моя осень Для меня запчасти ищут Жалко будет если спешут Я ведь старый на износе Я Ми-8 Я вернулся А в салоне наследили Пятна бурые застыли Шлангом смыли Где-то полночь я проснулся Капитан ко мне вернулся Затянулся К борту мне ладонь прижал он И ладонь его дрожала Так устала Говорил, что все в порядке Гладил мне рукой заплатки И заплакал Вот судьба моя какая Тридцать лет в горах летаю Я устал Наверное это моя осень Хоть тяжелая работа Все равно летать охота Пусть по войнам у меня носит Я Ми-8 Я Ми-8 Друзья, дорогие Армейская авиация Давайте мы вам поаплодируем Анатолий Васильевич Сурфуков Заслуженный военный летчик России Александр Николаевич Поднимайся Не-не-не Вы постойте Но страна должна знать Знадцатый герой Все армейские авиаторы Поднимайтесь Сурфуков Алишагин Дмитрий Александр Викторович Александр Дмитриев Александр Викторович Гаврилов должен был быть Он пришел и уехал Дима, а ты там что сидишь Я имею ввиду вертолетчиков Дмитрий Федоров Тоже Люди, которые Я всегда говорю Это те Перед кем шляпу надо снять Или куражку Честь приложить руку Честь отдать Потому что Это те, кто работает над полем боя Это последняя надежда Тех, кто там И Наверное, ужас Тех, кто не наши И когда слышит этот звук Могут съежиться В Сирии Там вот так примерно Следующая песня Опять же У нее есть Скажем так Про образы Я всегда говорю Мне очень в жизни повезло И когда я служил И Наверное, даже больше потом Что у меня среди И друзей И хороших Знакомых И просто Ну Те люди, с которыми я общаюсь Есть немало Генералов Перед которыми хочется Ну действительно Встать там Ну не на вытяжку Но просто пожать руку Отдать честь Потому что это действительно Настоящие офицеры Высшие офицеры И вот следующая песня Посвящена именно им Анатолий Васильевич Вы уже здесь Вы тоже как мотиватор Николай Федорович Гаврилов Пришел Поздравил меня И ушел Герой России Генерал-лейтенант Более 10 лет Командовал авиацией ФСБ Это те генералы Которые При генеральских погонах Летали на боевые задания Вот И те Которых с нами нет Это опять же Виталий Егорыч Павлов Это Борис Алексеевич Воробьев Это не только армейская авиация Хотя ну Почему-то наверное Большинство Ну потому что Самый боевой род Это И Другие генералы В других родах В авиации Как тот же Анатолий Васильевич Говорит Что и в пехоте Есть такие генералы Ему приходилось С ними воевать Но Вот наверное Эти люди Их не так много И когда говорят Что там А генерал И так далее Знаю Я именно Есть генералы Которые Ну на которых Смотришь С кривой хмылкой А есть те Перед которыми Действительно Хочется склонить голову И сказать спасибо Что они такие Жизнь прожить И поле перейти Ну а если В небе Ты живешь Значит Облаками Ты пойдешь Грозный Избегая По пути Если смог Летачим Ты встать Крыльями За небо Ты держись Ты ему доверил Свою жизнь Значит Будь готов Ее отдать Коль уж научился Летать И во сне И наяву Уносился В синеву Ввысь Подняться Он всегда мечтал По кривой Или напрямик Жизнь стремит На как миг Но летать За годы Не устал Генерал Он всю жизнь По небу Прямошел Легких Он путей Не выбирал Летный Еще не паркетный Генерал Не любил он Кабинетный стол Кабинет Иной Предпочитал Где он В кресле Но совсем В другом Тоже с ручкой Ено Не за столом В бой ходил Нередко Генерал В этом кабинете Он летал Жизнь она копила Та Что вдруг Что портой Вираж От судьбы Подарков Он не ждал Кто-то скажет Что без зло В небе Всем смертям На зло Даже где без шансов Побеждал Генерал Есть свой крест У генеральских звезд Званием назначен И судьбой Отправлять людей Приказом в бой Тех, кого помянут В третий тост Он и без приказа Был готов На задание В вечность Улететь Предпочел бы Сам он умереть Чем смотреть В глаза Детей льдов Не найдя Для утешения Слов В небе Не всегда Этем Бог вернуться Даст Не всем Генерал Конечно Это знал Не прикроешься Никем Шапкой Мономаха Шлем Нужно Остоваться Как метал Генерал На комбезолётном Нет погон И в пожарящей Любой войны В небесах Все лётчики равны Вместе Переходят Рубикон Как в рулетку Русскую играл Он со смертью Сколько раз Не исчез На земле И в небе Свою честь Он не уронил Не замарал Значит Настоящий Генерал В небе Или на небе Жить Может только Бог решить Генерал Из двух Не выбирал У него Один был путь На котором Не свернуть Не свернул Нигде Не упал Генерал Генерал Спасибо Вообще всегда говорю Что дай бог тем военным Которые сегодня Служат Чтобы они служили Под началом Именно Ну вот таких генералов Про которых можно писать песни Видел всякие Следующая песня Опять же Возвращаясь К тому Кто был мотиватором Вот в прошлом году Он прилетел сюда С Дальнего Востока И Сидел в этом зале К сожалению Сейчас не получилось Но я И в прошлом году Я пел эту песню И наверное уже В позаправе Да и не наверное Потому что история Была давняя Вот Просто она В свое время Получила развитие Какое-то совершенно Неожиданное Когда у меня Раздался ночью Звонок И позвонил Мне этот человек Это заслуженный Военный летчик Тоже он вертолетчик Михаил Степанович Сочнюк Он сейчас Благовещенский Вот И он такой Голос Вот примерно Да Вот такой Как я изображаю Он говорит Коля А ты знаешь Говорит Я понял Почему твоя песня Называется Седьмой Потому что У меня родился Седьмой внук Сегодня Но внук Родился позже Чем те события Которые в этой песне Были Человек предполагает А судьба Располагает Не узнать Дорогу Наперед Завернули Мы с маршрута Плохо стало Там кому-то Мы кладем В вираж Квертолет Как сто лет назад В Афгане В правой чашке Друг мой Ваня Между нами Саня Барховой И усталость Трекозою Но бескрайнею Тайгою Мы жужжим И фронт здесь Грозовой Где-то в прошлом Пушки и танки Можно жить и на гражданке Главное, чтоб только лишь летать В мирном небе Есть заботы Хватит нам И здесь работы Ведь не всю жизнь Нам воевать Снова пашем Сверху ручно Но в гореницу Нужно срочно Вывезти Кого-то Из тайги И находим Мы средь елок Богом Брошены Поселок Домики Как бабушки Еги Ветер сильный Под обстрелом Взвод на бортном Свойне Принимать Навсегда мне, Ваня, жалко Тех мальчишек, что В поволоку Мы перевозили за рекой А теперь мужик в салоне Как трехсотый тихо стонет Об одном подумаем с тобой Знаем, все в порядке Будет парень Точно не забудет Этот наш внеплановый полет Что-то там ему отрежут Будет жить в тайге Как прежде Может нас когда-то Поменет Нас на осях У нас девчонка Белосит Ну так уж звонко Саня, быстро Что там Доложи Командир Отходят воды Прилетели Это роды Мы ж не проходили тренажей Девка в воздухе рожает Нас засветки окружают Бедный фельдшер Проглотила язык Примет Санечка младенца Замотает в полотенце Прокричит нам радостно Мужик! Мужик! Поможик! Поможик! Работяга наш МИ-8 От грозы нас всех уносит Снова мы как будто на войне С Ваней мы переглянемся Знаем точно, что вернемся Мы ж теперь обязаны в твоей Человек предполагает А судьба располагает В этой жизни абсолютно всем Вылетали нынче трое Нас маршрут потом удвоил А в итоге прилетело Семь Вылетали точно трое Нас умножили на двое А в итоге оказалось Семь Та-ра-та-ра-ра-та Па-па-па-па-па-па Та-та-ра-та-ра-ра-ра Семь Ну, мужик! Та-та-па-па-па-па Та-та-ра-та-ра-ра-та-ра-та Ну, занятная история была Спасибо. Я иногда перебираю фотографии, даже какой-то клип такой, ну, я иногда выступаю с видеоподдержкой такой, и там просто такой полет над Тайгой, но несколько фотографий я туда вставил, действительно, когда мы приземлились в Зее, и две скорых помощи подъехали, и вот загружают женщину и парня, и потом уже в свободном, там, где космодром Восточный, там уже более серьезные такие машины, ну, собственно, поэтому их туда и везли, вот, и там их выгружают. Помню, даже мы не выключались, именно, ну, в свободном, то есть, в лопасти вращались, полетели дальше. Ну, у следующей песни, опять же, какая-то некрасивая форма, слово «мотиватор» или так далее, но как-то вот оно мне там присело в голову, именно мотивация на описание. Их было много, и есть эти люди, к счастью, живы и здоровы, хотя, к сожалению, не все, потому что профессия такая, опять же. Это, ну, допустим, вот сегодня должен был прийти на концерт Сергей Леонидович Богдан, герой России, да и приезжал вот упомянутый мной Николай Федорович Гаврилов, он, несмотря на то, что совершенно боевой работой занимался, он заканчивал, кроме всего прочего, школу летчиков-испытателей. Это очень много моих друзей, это Сергей Михайлюк, Иркутский авиазавод, это Владимир Кутанин, Сергей Маслов, Александр Климов, Московский вертолетный завод, это, к сожалению, уже не с нами, это Александр Кружалин, Олег Спичко. Я могу их перечислять бесконечно. Друг мой замечательный, Андрей Воропаев. Ну, вот, я думал, наверное, вот, ну, сегодня не увижу Николай, все-таки один замечательный друг, которого я очень редко здесь вижу, он сегодня летает на очень большом самолете, Boeing 747, когда-то занимался испытанием бомбардировщиков в Ахтубинске, а познакомились мы уже, когда он был гражданским человеком и испытывал гидросамолеты. Мы с ним летали на Бе-200 и летали на той машине, которая, к сожалению, сегодня, ну, поставлена в сарай, как говорится, А-50, А-52, Альбатрос, самый большой в мире военный гидросамолет, да вообще, ну, самый большой реактивный гидросамолет. Вот, Владимир Естафьев, где-то он, где-то он здесь. А, вон он, большой-большой, как тот большой самолет. Володя, спасибо, что пришел. Эти полеты, вот на этих лодках, там, в Нелинжике, для меня, они, очень много воспоминаний. И мы летали, я помню, первый раз, когда на Бе-200 Николай Кулешов пилотировал тоже из Ахтубинска, испытатель, который испытывал истребителей больше. А там обычный такой, если ты на воду сел, то тебя выбрасывают из самолета туда. Хорошо я успел, значит, камеру оставить на борту, ну, это как у палубных летчиков, там попой бьют АГАК посадочный, так и вот гидроавиации выбрасывают туда за борт, ну, потом благополучно забирают. Я помню, первый раз, когда я летал на Бе-200, мы работали на телевидении, опять же, я такой, там очень удобный блистер для съемок боковой, там можно высунуться по пояс. И я с камерой, значит, мы идем там над этой Геленджикской бухтой, сбрасывать, значит, воду эту забранную, 12 тонн на всякий случай. Вот, и, естественно, такая одномоментная потеря такой массы, самолет оба вверх, а еще Николай Петрович Кулешов, и он так раз, так, оп, как на Су-27, ручку на себя, там, вираж. Ну, перегрузка всего лишь 3 единицы, в общем-то, но всего лишь это когда ты сидишь прямо, а когда ты с фотоаппаратом и с камерой. В общем, я попал к доктору, потому что с шеей были какие-то беспорядки, в общем, это было тоже так, но это воспоминания остались. Ну, и, конечно, замечательные воспоминания, вот с Володей мы летали, действительно, на этих больших самолетах, это очень-очень-очень интересно, очень много впечатлений. Никогда не думал, что вода может быть такой твердой, потому что, ну, действительно, когда на режиме глиссирования по ней идешь, и грохот страшный, и если поймал еще его рябь вот эту, ну, я помню, даже колени разбил как-то. Ты помнишь, как мы приземлились, когда уже все полеты прекратили, а мы, значит, вот там, и я летал головой, а потолок стукнулся, а потом колени разбил, и он высунулся из кабины. Все живы? А теперь открываем подпол и смотрим, что там у нас. Как говорит, проклятый корабль, дал тыч или нет? Ну, ладно, это я все время поговорить люблю, но песня про испытателей. В небесную обитель мы приводим их, как в сад детей, для них мы, как родители, куда уж ближе и родней. Мы словно воспитатели, а небо будто школьный класс, они ж, как испытатели, испытывают нас. И в небесах распахнутых перемещаясь вверх и вниз. Играем с ними в шахматы, где жизнь как будто главный приз. И каждый раз, как первый раз, они бывают здесь ничьих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать и хочем, в ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть, и в солнце, и в тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, полцарства за небо мы точно откажем. Летаем на всем, что летает, и даже на том, что летать по идее не может. Мол, да, это поводили, что мы живем, как в масле сыр. Считают, сколько тратили, считают, что у ног весь мир. Мол, же спал на романтике, благовольная удача нам. И деньги, словно фантики, швыряем мы по сторонам. Не объясните вы таким, что не измерить кошелек, Когда останется родным на память шлема и орденок. И в новостях лишь пара фростоких холодных и скупых. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим, В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть, и в солнце, и в тучах, романтики мало, Зато и не скучно, и пусть золотые нам и горы предложат. Полцарство за небо мы точно откажем. Летаем на всего, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. По краю наставления ходим, вот еще в тот край найти. Чтоб не было сомнений, и возле ты мог сказать, лети. Любимому ребенку, что за годы научил ты жить, И в лебеде-утенках смог, как в сказке, превратить. А после дети новые, которые сильней и умней, Эстрактивы и рисковые, и недурных для нас родней. И снова непослушный класс перед уроками притих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать и кучем, Попыль они тоже нас многому учат. И хоть красота есть, и в солнце, и в тучах, Романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам и горы предложат. Полцарство за небо мы точно откажем. Летает на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. Мы в небе летать и работать и кучем. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть, и в солнце, и в тучах, Романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам и горы предложат. Полцарство за небо мы точно откажем. Летаем на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. Летаем на всем, что летать пойти не может. Ну, вот человеком, который, наверное, среди первых из того списка, наверное, людей, которые стали виновниками написания этой песни, стал летчик, которого я не знаю. Я не знаю его фамилии, не знаю его имени. Конечно, впоследствии, наверное, это все вот какие-то события накладывались, 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 и песня появилась. Но я иногда думаю, вот откуда корни ее. Наверное, корни оттуда, с тех времен, когда как-то, ну, вот, обозначилось то, что я хотел стать летчиком. Ну, я сколько себя помнил, я хотел стать летчиком. Но, наверное, вот это первое осознанное желание, оно возникло в 1977 году. Отца перевели из Казахстана на Украину, мы жили в городе Чернигове. И причем это вот только мы приехали, это где-то было лето, у меня были летние каникулы после пятого класса, мне было 11 лет. Управление, где служил отец, ну, это было все под Черниговом. Дом военный в это время где-то там в городе строился, и мы должны были в сентябре там получить квартиру. А вот на этих несколько месяцев снимали комнату, ну, для военных это, в общем-то, как-то в порядке вещей, комнату в деревне, в деревенском доме, недалеко от части воинской, где отец служил. Ездили мы с братом старшим, он тогда в 10 класс перешел, я же говорю, я в 5-й. Мы садились на автобус, ездили в город, там, смотрели, послевоенного городка вот такого, а тут областной центр, нам было все интересно. Ну, и традиционно я часто ездил к папе на работу, это было 3 остановки на автобусе, и вот я приезжаю, там, один, два, три раза через дорогу, смотрю в поле, а там такое пшеничное поле, стоит вертолет, ну, вечерами причем он стоит, там, вот летает, прилетает, вот он стоит, белая раскраска, синяя полоса, такое обыкновенная совершенно, и как-то вот, а меня все тянет, тянет, как бы, к этому делу. И я помню, там, один раз я вокруг него хожу, он пустой, там, на следующий, там, день, один раз прихожу, сидит летчик, там, значит, курит, ну, дядечка такой, там, я даже, ну, для меня не осознанного, ну, такой, наверное, возрастной достаточно. Я там ходил, ходил, ну, что ходишь, хочешь посидеть, там, я говорю, ну, да, там, я сажусь, там, в кабину, мне интересно, глаза горят, там, туда-сюда, там, что-то, он говорит, ну, приходи завтра, слетаем, там, я завтра полечу в аэропорт, а в Чернигове, ну, аэропорт Колючевка был, там, сейчас его и нет, даже, ну, для болстного центра совершенно неожиданное явление, грунтовая полоса в советское время, но, тем не менее, тут какие-то самолеты летали. Вот, и я на следующий день заготовился, я взял, там, значит, по-моему, пять копеек, или сколько стоил автобусный билет, то есть, чтобы там городской автобус оттуда ходил, чтобы вернуться в город, вот, весь такой, ну, интересно, и вот, и мы вдвоем с ним полетели, мы пролетели над, я даже не знаю, вот, мотивацию этого летчика, вот, мальчишку там, который просто, вот, он посадил меня, и мы полетели, мы пролетели над городом Черниговом, полет там, наверное, ну, может, минут 20-30, сели в аэропорту, я ему сказал, большое спасибо, пошел, сел на автобус, уехал домой, на следующий день я с ним еще раз слетал, потом, значит, он сказал, слушай, ну, я же тебя не просто так вожу, я тут на рыбалку хожу, накопай-ка мне червей, значит, я принес ему такую банку этих червяков просто, в общем, ну, мы летали, ну, наверное, в течение, там, какого-то небольшого времени, я сейчас не помню, это все-таки было уже почти 40 лет назад, да не почти, это больше 40 лет назад, вот, потом мы куда-то там, наверное, они перелетели куда-то, остановка, кстати, автобуса называлась нефтегазоразведкой, то есть это было там управление нефтегазоразведкой, автобус, ой, оставите, и вертолет работал в интересах вот этих геологов, и я иногда думаю, елки-палки, вернее, елки-палки, я потом думал, я вначале думал, это, наверное, все-таки вот этот знак был, что мне вот новую авиацию, а потом со временем, когда я стал уже совсем взрослым, и вспомнил о нефтегазоразведке, я вспомнил о Газпроме, и думаю, может, знак был другой, вот, но тем не менее. Вертолет Медуа был Робинзона нынче в муделу по стены хороводят и жужжат, что мир у самых ног, ну, а я такой курнос, и сверху горд, внизу колеса, как конек из сказки, горбуно. Я родился где-то в Польше, но в душе советских больше, на работе долгие годы, и для тех, кто в небо рвался в облак, а на мне поднялся школьной портой, стал я навсегда. И пускай я безоружен, все равно я в небе нужен, даже если воевать не суждено. Роботяк и безотказным я летал и над Кавказом, ну, а летчик был, товарищ Мимино. Комарчупа, Геннад, свали Мимино. Даже если ветер тучи, все равно мне будет скучно в точку полететь из точки А. По прямой маршрутам мало, я люблю флиста на слалом, слалом, это точно про МИ-2. Я еще с ведром летаю, в нем воды полно докраю, но не оболью тех, кто внизу. Это славная примета, повезет вам, значит, где-то, может, я куда-то подвезу. И пускай я безоружен, все равно я в небе нужен, я стараюсь, хоть мне часто нелегко, от работы не косили, даже пони бум носили, мы корову на подвеске. Свалей-ко! Комарчупа, Геннад, свали Валей-ко! Не попросить, не сумею, хоть все летаю, хоть старею, тысячи за мною летных смен. Под винтом сердечко бьется, тарахтит, но не сдается, не пристало ныть, ведь я ж спортсмен. Ну, а те, кто помоложе, те, конечно же, дороже. Все блестят, как медный котелок. Ну, а я такой курносый, сверху горб, внизу хвелся, прям конек от сказки, как банок. Мне пеняли безоружен, что такое, я нафиг нужен, и на цепь меня зажали, как в кино. Но руками и винтами цепи рвали и взлетали, мы сбегали в небо с другом. Мимино! Комарчупки назвали Мимино! Чит-а-кури-та! Чит-а-маргарита! Комарчупки назвали Мимино! Комарчупкин Комарчупкин Спасибо. Ну, я говорил, по-моему, на прошлом концерте, что для меня приятно иногда такие вот вещи, что мы все-таки запускаем культуру в массы. Когда дети пишут, спасибо вам за песню вот эту, потому что мы услышали про Мимино и заинтересовались, что это такое. И посмотрели фильм, а оказалось, он очень интересный. Ну, хотя бы так. Как-то же надо пробивать искусство в молодые массы. У меня растут года, будет и 17. Кем работать мне тогда? Чем мне заниматься? В книжке переворошив, намотай себе на усть. Все работы хороши, выбирай на вкус. Владимир Владимирович Маяковский. Помню, мы в школе учили стишок. Классик поэт в нем рассказывал детям. Мол, хороши все работы, дружок, Сотни профессий на нашей планете. Выбрать на вкус я не принял совет. Я за отцом и за братом тянулся. Ну, и, конечно, примером был дет, Тот, что из неба войны не вернулся. Бабушка мне говорила, внучок, Колюш, летаешь, летай аккуратно. Бог тебе помочь, когда горячо, Чтоб ты всегда возвращался обратно. Годы летели, я с ними летал, И вспоминал я нередко по болю, Чаще тогда, когда прямо в металл Мне молотили снарядки и боли. И в этот миг мне казалось предел, Миг, когда тетка с косою цеплялась, Бабушке срочно вернуться хотел, Чтоб мне с порога она улыбалась. И как тогда говорила, внучок, Колюш, летаешь, летай аккуратно. Бог тебе помочь, когда горячо, Чтоб ты всегда возвращался обратно. Время, как пуля, на вылет и в лёд. Бабушка к деду давно улетела, Только, мне кажется, каждый полёт Смотрят они, чтоб меня не задело. Дед словно рядом команду даёт, Мне их, внучок, атакуй, я прикрою, Отвоевал я теперь твой черёд. Помни, что с бабой мы рядом с тобою. Бабушка к дедам, твердят мне внучок, Бабушка к дедам, твердят мне внучок, Гонюш, летаешь, летай аккуратно. Бог тебе помочь, когда горячо, Чтоб ты всегда возвращался обратно. Бабушка мне говорила, Мила внучок, Бабушка к дедам, твердят мне внучок, Гонюш, летаешь, летай аккуратно. Бог тебе помочь, когда горячо, Чтоб ты всегда возвращался обратно. И я летал, в небе летал, Но не всегда аккуратно. Всю жизнь летал, был взлетал, Но возвращался обратно. Спасибо. Что-то я смотрю, как бы уже перекуривать пора, а я всё ещё это самое так... Вчера день рождения моего друга был Саша Богдин. Он в «Русских Витязях» достаточно долго летал, в прошлом году ушёл, сейчас летает в «Ютере». Я ему звоню, поздравляю, туда-сюда, Саня, там всё. Ну, уходил под полковником, сейчас летает в «Правой чашке» с этими тремя полосками, базируется в Тюмени. Отправил ему песню. Говорю, я тебе песню на день рождения отправлю, что ты там послушаешь, пока не ответил. Я вот нервничаю, может, обиделся. Хотя написано с искренним уважением к этим людям, мы не спеша на эшелоне, идём по спинам облаков. А в комфортабельном салоне, устав от северных ветров, Три роты личного состава летят гудеть на жаркий юг. Ведут себя не по уставу, к борту проводняться пристают. Мой командир захлопнет книжку, и черт охнётся, что устал. Мне сказали, вы, Михалыч, слишком. Забудьте, черт, ваш устав. Ведь вы теперь гражданский летчик. Промолвиться с каркой в глазах. Да, был истребитель, а стал извозчик. Зато, как прежде, в небесах. Покуролесить бы над точкой. Жаль, а за спиной сидит народ. И бочку дать да сделать, и ножку дать да сделать бочку. Увы, здесь всё наоборот. Не перехват, а перевозка. Не на Кавказ, а в Таиланд. И на погонах три полоски. Был подполковник, стал сержант. Цикл несёт за мной навстречу. Знать потрясёт кораблик наш. И пассажиров, как овечек. И пассажиров, как овечек, Пасёт крепинный экипаж. Как обмануть всю метеосводку. Поесть, попить, как вариант. Нам кофейку нальёт красотка. Ух, как жаль, что я не лейтенант. Чтоб мы безропот налетали. Дают нам пряник или кнут. Как там у марксов капиталя? Эксплуатируют наш труд. Усталость лишь в сухом остатке. Порой с овчинкой небосклонным. Зато нередко на посадке. Нам аплодируют салоны. Диаэль курина. Музыка. Диаэль курина. Диаэль курина. Мы в неспешенном эшелоне Идем по спинам облаков А в комфортабельном салоне Летят копченые сегов Три роды личного состава Из детей фрей, напитки пьет Ведут себя не по уставу И к стюардизм предстоит Спасибо Ну, прежде чем уйти, как говорится, наперекур Надо все-таки традиционно немного это самое Керосина пожечь Воздух, как будто бы там расплавлен Обратясь, туча беса Под заветскую заправлен И побежим на все средства И летит сырена Воет, а пусть пятник от маниры Пахнет в воздухе больною Но все, значит, миру не до мира Миру явно не до мира Я не нож, но я заточен По двоярной задаче Коль верхах большие лица Не нашли для мира повод И не смогли договориться Я, значит, я последний довод Я теперь последний довод И со мною наравне Эти двоечка во мне Примечено все часа Только стрелкам не решить Столько нам летать и жить Наши судьбы на лесах Где нам небеса? Утром адреналина Добавляет неизвестность Не шея керосина Я облизываю местность Где-то рядом неприятеля Мне сейчас не века призов Включен главный Я выключатель Мы всех выключим, кто снизу Выключаем тех, кто снизу Нам последним огнем и громом Огрызается поверхность Континген, титан и промах Повышает нашу смирность И в кабине эти двоя На приборы смотрят хмуро Я как будто сильно болен Кашель, жар, температура И отчаянно втроем Через небо на пролом От нерванных паруса Мы того вере, кто снова вонелись На кону всего лишь жизнь Наши судьбы на лесах Где-то небеса Чтобы оба не убиты Хоть по мне глупили точно И орет им чуть элита Чтоб на воздух выслышь точно Эти двое, как и на меня Велика цена задержки Но плечом к плечу в кабине Держат ручки, а не держки Не хватаются задержки Как хочу я в эскадрирую Даже если инвалидность Я не складываю крылья А меняю стреловидность Возвращаемся из боя Пусть мы еле волочемся Но в кабине эти двоя Верят в то, что мы вернемся Обязательно вернемся Мы вернемся Вернемся На войне, как на войне Даже если ты мог не Надо верить в чудеса Чтобы не было Держись И когда не смерть, а жизнь Перевесит на лесах Где-то в небесах Где-то в небесах Где-то в небесах Где-то в небесах Переход. Но очень быстро.